День добрый, дорогие друзья! Вот мы с вами и встречаемся уже в который раз, не в эфире, а на таких индивидуальных, что ли, программах. И, наверное, многое из того, о чем я буду говорить здесь, я, возможно, не скажу в эфире. В силу того, что здесь мы с вами разбираем какие-то проблемы один на один, и поэтому, так сказать, какие-то тонкости могут быть. Если вы что-то не поняли, вы всегда можете посмотреть, успеть, проконсультировать и прочее. А вот тогда, когда мы с вами встречаемся в эфире, и когда смотрят сотни и тысячи людей, вот тогда приходится о каких-то вещах даже не упоминать, потому что, возможно, и непонимание какого-то положения может дать отрицательный результат. и поставить человека перед очень трудным положением. Мы сегодня начинаем с вами разбирать чрезвычайно трудную ситуацию, но абсолютно необходимую по нашему времени. Эта ситуация определяется ростом и, по сути, началом мировой пандемии онкологических заболеваний. Понимаете, можно всё отодвинуть в сторону. Больные суставы, остеохондрозы, проблемы там с поджелудочной железой, там, или ещё с чем-то. Но ни в коем случае уже наступило время, когда нельзя проходить мимо проблемы, которые называются онкология. И не только потому, что это как бы особое заболевание, а ещё потому, что, к сожалению, современное общество, современная цивилизация всё делает для того, чтобы эта проблема росла. Вот в том, что я сказал сейчас, я абсолютно уверен, если взять за основание, что ли, для понимания всё то, что происходит с нашей пищей, если взять те моральные и нравственные проблемы, которые в современном обществе нарастают как снежный ком, если взять низкую стресс-устойчивость современного человека, если взять вторичные иммунодефициты, которые просто поголовно сегодня существуют, ну, практически в любом обществе, и, как ни странно, этих вторичных иммунодефицитов меньше всего в тех обществах, где цивилизация ещё не всё захватила. Качество одежды, качество пищи, качество воды, фармакология, которая просто идёт, так сказать, с победным шествием, с победным знанием впереди по всему миру – это всё угрозы, которые могут привести у каждого человека практически к возникновению и развитию раковых опухолей. И есть ещё одна вещь. Мы с вами, так сказать, об этой вещи или об этой теме, или об этой проблеме говорили не один раз. Ну, не откладывается это у вас в голове. По одной простой причине. Понимаете, вот у всех болит... У кого-то болит коленка, у кого-то болит плечо, у кого-то желудок, у кого-то с глазами какие-то проблемы, у третьего что-то с кишечником и так далее. Я сейчас не называю болезнью. И этот человек озабочен этой проблемой. Вот этой маленькой. Маленькой. Понимаете? И вот довольно часто тогда, когда я разговариваю с людьми, да, получается, вот вы знаете что, очень вас прошу, помогите мне, пожалуйста. Вот у меня правое плечо, ну, не работает, ну, никак не работает. Начинаешь спрашивать, выясняется. Холецистит и панкреатит. Извините, пожалуйста, и запоры. И кровь вообще непонятная, и пальцы надо выдавливать. И то, что человек задыхается, и аритмия, и ишемия давно, и синокардия, и что горстями принимаются таблетки, это не важно. Важно, что вот это вот плечо меня мучает. И у человека сразу возникает одно такое маленькое вот, как бы сказать, ощущение. У меня лично возникает ощущение, что этот человек просто не понимает, что с ним происходит. Как и большинство из нас, впрочем. Потому что мы привыкли к тому, что у нас все лечат. В том числе и рак. Лечат. Вопрос только один. Вы лечивают ли? Первое. А второе. К чему ведет это лечение? К чему может привести лечение сердечно-сосудистых проблем, будь это ишемия, истинокардия, аритмия, миокардит или что-либо еще, если этот человек начинает день с горсти препаратов и заканчивает день горстью препаратов? Понимаете? И эти препараты, они становятся частью внутреннего метаболизма, внутреннего гомеостаза. И что мы вместо этого равновесия биохимического, метаболического, то есть равновесия здоровья, имеем в результате? Имеем нечто другое, чем когда-то что-то было предрасположено нашей природой. И смотрите, что происходит. Вот на моих глазах за последние 20 лет уровень онкологических заболеваний в обществе, в человеческом обществе, вырос в два раза. В два раза только за то время, пока вот существует эта программа. В два раза. По всем показателям. Что, медицина стоит на месте? Нет. Она ищет и ищет и ищет способы лечения рака. Но ведь рака с каждым годом типов рака становится все больше и больше. Их уже насчитывают около 800. Около 800 разных клеток, которые составляют вот это вот сообщество, называемое раковой опухолью. Около 800. Медицина ищет против них средства. Химиотерапия, лучевая, фотосенсибилизация, операции. Ну, все, что хотите. Но в одном случае помогает, во втором случае нет. В одном случае помогает химиотерапия, в другом случае нет. И самый верный способ – это тогда, когда эта опухоль обнаружена рано, еще и первая стадия не очень сформировалась, и проведена операция, удалена из организма. Самое радикальное средство. А все остальное, понимаете, сегодня, ну, я вот, я помню на моей памяти способов лечения рака. И в каждом случае обещается излечение, 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 что вообще, на мой взгляд, категорически нельзя делать. Понимаете, это практически человеческий обман. Ну, например, у Симончини, который, доктор Симончини, который предложил лечение рака с помощью соды, питьевой соды, понимаете, явно это кандидоз в основе развития опухолевого процесса, да, грибки, плесень, понимаете? А если это вирусные, так сказать, проблемы, которые привели к тому, что стала образовываться опухоль? Потому что вирусная природа рака тоже никто не отметает. Она точно так же стоит на повестке дня. Канцерогены, да, канцерогены, они присутствуют, безусловно, но они присутствуют в современном обществе все больше и больше. Их становится все плотнее и плотнее, вот это воздействие их на человека. Понимаете? И как против этих вот направлений найти что-то, что могло бы сказать или заставить нас поверить в то, что все это абсолютно излечимо? Именно этим объясняется одно чувство, существующее в каждом человеке в современном обществе, которое называется страхом перед онкологией, онкофобией. Уже такое даже направление есть, психотропия, психология, онкофобии, понимаете? Которые заставляют человека трепетать перед этим диагнозом, трепетать. И, наверное, я буду очень таким неправильным лицом, потому что скажу, что это и есть вторая беда в онкологии. Вторая беда в онкологии. Потому что если вдруг нам поставили диагноз онкология, все, все, опускаются руки, опускается это, теряется соображение, и мы начинаем метаться по разным, по разным, по врачам, по химиотерапиям, находить какие-то новейшие способы терапии. Ох, сколько их в моей памяти существует. Понимаете, так сказать, которые ни к чему не приводят. И обещания, которые получают люди, оказываются напрасными. Понимаете, есть только один закон, который спасает нас. На самом деле так. Этот закон говорит так. Страха быть не должно. Если мы с вами оказались перед лицом врага, и если со страху побежали, то он в спину нас застрелит. А если мы, встретив врага, пошли на него, не теряя соображения и не поддаясь, не поддаваясь страху, у нас появляется возможность сразу победить врага. Хитростью ли, тем ли, победить врага. Вот о чем надо помнить. Вот этого страха нет. У нас есть два страха, которые нас заставляют мучиться всегда. Это вот онкофобия у современного человека и боязнь боли. Причем вот боязнь боли, да, это страх, который не дает решить проблему наркологии, наркомании. Да, в частности, в какой-то степени алкоголизма. А боязнь, вот онкофобия, да, лишает нас сил и соображения перед раком. Тогда, когда нам сказали, что у нас с вами рак. Это тяжело, это очень тяжело. Хотим мы не хотим, мы знаем вообще, как это трудно и как это тяжело и как это больно. И вот что я хочу сказать. Причем это не моя точка зрения. Я так к этому выводу пришел достаточно давно, но сейчас практически мировая медицина только об этом вот так по-настоящему и говорит. О том, что первичная профилактика рака в 70, иногда пишут даже в 80 процентах, защищает нас от развития опухоли. И есть еще одно наблюдение. Тогда, когда человек защиту от рака или профилактику рака вводит как понятие, как способ жизни в свою жизнь, в свое вот такое повседневное существование, он замечает начало, что ли, вот этого неблагополучного для себя процесса намного раньше, чем человек, который живет, наплевав по принципу русского авосья. Значит, у него и дальше все будет благополучно. Есть как бы три формы развития профилактики рака. Различают, по крайней мере. Первичная профилактика рака, о которой мы с вами будем говорить. Вторичная профилактика рака – это тогда, когда человек прошел вот первую как бы борьбу, первый этап борьбы с этим раком. И уже довольно долго существует ситуация, при котором это заболевание не проявляется. И надо себя как-то так удержать на таком уровне, чтобы не было рецидива, что очень важно. Не было рецидива, очень важно. И третье – тогда, когда все-таки вмешательство было проведено, лечение было проведено, и какое-то время человек жил спокойно, не обращая, так сказать, никакого внимания на то, что происходит с ним, и вдруг вот тебе вторичное проявление рецидив заболевания. И тогда опять надо что-то делать. Вот понимаете, тогда, когда мы от случая к случаю что-то делаем, не спасает нас. Надо просто для себя организовать и решить, каким образом первичную, то есть вот это вот основная часть наша, профилактику рака, а то есть практически сохранение собственного здоровья по-настоящему. Потому что там, где мы профилактируем рак, мы сразу профилактируем огромное количество заболеваний, огромное количество заболеваний. И то, что это так, свидетельствуют сами врачи. Понимаете? Можно эту вот профилактику рака сделать привычной, ну, частью своей собственной жизни, которая при этом не мешает тебе, не мешает тебе получать удовольствие от жизни, не мешает тебе найти свою любовь и жить по жизни, и идти по жизни вдвоем с ней, рождать детей, воспитывать их, расти и так далее. То есть получать, да ощущать всю полноту, красоту этой жизни. Конечно. Понимаете? Вот давно замечено врачами. Вот я сейчас скажу вещь, которая, наверное, многих напугает, но зря. Но сказать я это обязан. Понимаете, заболевают раком, как правило, люди, у которых длительное время существуют хронические болезни. А проблема заключается в том, что с хроническими болезнями современная медицина не справляется ни в Германии, ни в Америке, ни в Израиле, ни в России, ни где-либо еще. Не справляется. Ну, самый простой пример. Сегодня очень много такого рода вещей. Вот, скажем, ревматоидный полиартрит. Понимаете? В какой стране мира лечит ревматоидный полиартрит? Ну, если не считать, что научились вместо старых суставов ставить новые, которые через какое-то время надо менять и так далее. Замечательная жизнь. Ни в какой. А нам удается скоррегировать эти состояния до такой степени, что можно дальше жить. Возможно, даже при минимальной лекарственной поддержке, но дальше жить. С тем, что тебе природа дала. Или, скажем, у человека... Вот это вот ведь удивительная совершенно история. Да, вот заболел у тебя желчный пузырь, камень там, наружу, там, о, вот, все, все, быстро на стол надо резать, надо удалять. А вдруг он застрянет, и не приведи бог там, так сказать, воспаление желчного пузыря, проболение стенки. Дальше вообще общее воспаление организма, сепсис начинается, все. Быстро-быстро на стол удалять. Как будто бы. Вот это технология ведь. Принятая технология лечения желчекаменной болезни. Как будто бы удаление желчного пузыря вылечит этого человека от каких-то проблем. Нет. Нет. Понимаете? Что получится? Что получится? Желчь из желчного пузыря. Мы дальше разберем эту ситуацию достаточно подробно. Желчь из желчного пузыря поступает в 12-перстную кишку. В тот момент, когда туда выходит некий пищевой комок, пища, которую мы съели, которая подверглась обработке в желудке и через сфинктер пошла в 12-перстную кишку. В этот момент выделяется желчь, которая имеет щелочную природу, панкреатический сок практически одновременно со всеми необходимыми ферментами для переваривания пищи. И, пожалуйста, тебе, так сказать, все. Кислое становится щелочным, благоприятным для нашего желудочно-кишечного тракта, для тонкого кишечника по меньшей мере. И все идет нормально. Желчь выделяется порционно тогда, когда это необходимо. Понимаете? А теперь происходит вот какая вещь. Желчный пузырь, который регулирует вот эту вот ситуацию, по сути, он становится кондуктором этого процесса. Удален. И желчь, она же вырабатывается постоянно, у нас печень работает без остановки, так же, как сердце. Ни на секунду не останавливается, ни на мгновение. Желчь начинает выделяться, а ей некуда, ее некуда складировать желчного пузыря-то, нет? И в 12-перстную кишку непрерывно потоком. По капельке все время выделяется, выделяется, выделяется. А это токсический материал. Это токсический субстрат. Токсичнее и ядовитее желчи. Ничего нет в нашем организме. И вот эта вот желчь начинает по капельке стекать по тонкому кишечнику, да, вмешиваясь во все эти самые процессы, независимо от того, есть пища, нет пищи. И через какое-то время по тонкому кишечнику и толстому кишечнику начинают образовываться в начале эрозии, потом язвы. А мы начинаем говорить про хеликобактер, про бог знает еще что. И ничем не удается эту ситуацию исправить. Я имею в виду препараты. Вот появился целый спектр ферментов. А какие ферменты в этой ситуации нужны, кто это знает? Нас врачи-то этого не знают. А уж нам-то с вами тем более, понимаете? Какие ферменты нужны? Для переваривания белков, протеаза? Или нам нужны ферменты для переработки углеводов? Для расщепления? И с тем, чтобы необходимые нам биологически активные вещества, энергонесущие для нас с вами, именно они были у нас. Какое количество белков, протеаза нам нужно по сравнению с амилазой? Тоже не очень понятно. Но всем рассказывают, пейте мизим, пейте мизим, пейте мизим. Или что там еще? И вам будет хорошо. Ну, может, и будет хорошо, а может, и нет. То есть, понимаете, я вот эту историю с жалшим пузырем рассказал к тому, что нам надо с вами быть очень аккуратными и осторожными при профилактике или сохранении собственного здоровья тем медицинским технологиям, которые вам предлагаются врачами. Пересмотрите. История или ситуация, которую знаете вы все, не понаслышке. Не понаслышке. Особенно это касается детей. Вот ребенок простыл. Ну, нормальные врачи, что называется, сразу на антибиотики не сажают, понимая, что это, в общем, для... Это очень серьезная травма для ребенка. Да и для взрослого человека тоже антибиотики. Понимаете? Так сказать, сразу все говорят, а вот мы погубим бифидо и лакто, поэтому надо сейчас уже предлагают принимать какие-то другие препараты, которые снизят токсический эффект антибиотиков. Ну, да, может быть и так, может быть и такое, да. Понимаете? Но, смотрите, все чаще и чаще возникают ситуации, когда человеку неделю, 10 дней, месяц прокормили антибиотиками, а он все никак не вылезет из этой болезненной ситуации. У него все упадок сил, у него все сил нету, у него утовляемость, у него температура непонятная, субфибрильная, то ли повышенная, то ли непониженная. Да? Он плохо спит, он никак не наладится со своей работой, у него плохо с кишечником. И что? По этому поводу что-то доктора могут сделать? И, как правило, вот в это, это та ситуация, при которой формируется внутри человека, формируется целый куст заболеваний, которые, безусловно, перейдут в хронические, потому что понятно, что сегодня уже известно, это каждому стало известно теперь уже, о том, что, к сожалению, великому, вирусы и бактерии, с которыми мы вынуждены постоянно воевать, они стали очень хорошо относиться к антибиотикам. И очень быстро к ним приспосабливаются. И оказываются по отношению к этим антибиотикам толерантными. А некоторые даже кушать начинают их. Понимаете? Тогда о какой защите организма вот в этой ситуации может идти речь? Вот в этой ситуации вторичного иммунодефицита возникает возможность, и которая, как правило, реализуется, которая, может быть, превратится и в аутоиммунный процесс, ну, например, так сказать, ревматоидный полиартрит, или там, скажем, какая-нибудь системная красная волчанка. И любой, или, например, скажем, там, язвенные процессы луковицы 12-перстной кишки вполне возможно. Почему нет? И тут свою работу сделает хеликобактер. Замечательно совершенно. Кто возьмется за эти язвочки, что они будут цвести и пахнуть? Ну, основа-то этого процесса вторичный иммунодефицит, то есть вторичная недостаточность нашей иммунной системы, у которой есть только одна задача. У здорового человека иммунная система занимается только одним. По сути, другого нет. Для нашей иммунной системы все, что чужеродно, чужое. А все, что свое, свое. Свои клеточки, свои ферменты, свои родные бактерии даже, вот те самые бифиды и лакта, свои. Рассматриваются эти бактерии как свои родные. И для этого есть вообще, есть физиологическое обоснование, почему наша иммунная система рассматривает их как свои. Дело не в этом. Вот сама формула, антигена-антитела, как в иммунологии об этом говорят, да? Свои чужие. И задача иммунной системы ни при каком виде, ни при каких обстоятельствах чужого не пропустить. Своё сохранить, чужого уничтожить. Всё. И пока иммунная система наша во всех звеньях своих, в гуморальной части, на клеточном уровне выполняет эту задачу, мы ничего... Наш организм с любым заболеванием может справиться. Даже без вакцинации. Тяжело. Но даже без вакцинации. Тяжело. Справиться. А теперь что мы сделаем? Мы всё время беспокоимся о нашей иммунной системе. Всё время. При этом рушим её лекарствами, эту самую иммунную систему. Мы её подвергаем супрессии, то есть снижению активности её. Мы её как бы, знаете, в некоторых ситуациях просто как под гнёт кладём. Вот в чём вся штука-то. Ну, например, при аутоиммунных процессах. Там иногда, простите, мало того, что тебя начинают кормить гормонами, со всеми вытекающими отсюда последствиями, так ещё, ко всему прочему, ты получаешь антидепрессанты. И я понимаю, в некоторых ситуациях это делать приходится. А почему приходится так? Да потому что, если мы не притормозим, это вот тогда, когда при ревматоидном полиатрите или болезни Бехтерио СОИ уже зашкаливает за 55 к 60, то есть воспаление, так сказать, махровым цветом в организме, даже протекает. Да тогда, извините, приходится пробегать и к монодепрессантам. Но хорошо ли это? Нет. Ведь понимаете, вот то, что я вам сейчас рассказал, это принятая тактика при терапии, при излечении, скажем, нас с вами, при лечении каких-то наших болезней. Скажем, при бронхиальной астме, при ревматоидном, что-то я к нему привязался. Да, извините, пожалуйста, грипп. Тот же самый грипп. Нам говорят, что, так сказать, он, боже мой, грипп очень страшен. Он действительно страшен. Ничего не могу сказать. Страшен не тем, что ты помрешь, хотя и от гриппа можно помереть сегодня. В современном мире. Понимаете? А последствиями? Последствиями? Где эти вот эффекты патологические гриппозной атаки могут возникнуть? Кто же знает? Осложнениями, так мы принято говорить, осложнениями грипп более страшен. Но с другой стороны, мы же понимаем с вами, должны понимать, что, начав антивирусную, так сказать, программу антивакториальную, мы неизбежно приведем организм наш к вторичному иммунодефициту. А это значит, вместо осложнений, которые мы получим от гриппа, мы получаем другие осложнения. Скажем, хронический панкреатит, да, или эрозивные процессы, или хронический бронхит, который будет полгода, год тянуться, и мы никак не можем, не будем иметь возможности, несмотря на какие лекарства, из него выйти. знаете, почему все это происходит? Это происходит из-за некритичного отношения к терапии, к лечению нашего некритичного. Итак, задача нашего организма, который способен атипическую клетку, то есть раковую клетку, отличить от здоровой, правильной клетки, способен. и способен эту клетку уничтожить. И не допустить отловить ее в потоке крови, и не допустить консолидации этих клеток с тем, чтобы начала образовываться опухоль. Но что единичные раковые клетки есть у каждого человека абсолютно. До тех пор, пока иммунная система способна решить эту задачу чужой, свой по отношению к раковые клетки, нам ничего не грозит. А если эта способность нарушается, тогда как? Можно ли назвать это причиной развития онкологических заболеваний? Я не способен ответить на этот вопрос. На мой взгляд, да. Ибо это изначальная позиция, то есть позиция от самого корня, от самой природы, заложенная в нас. Вот это чужой, свой. Надо убить чужого для того, чтобы свой жил. Хозяин жил. Понимаете? Но если моя иммунная система на клеточном уровне, и ей что-то недостает, находится не в равновесии, если одна ветвь не в гармонии с другой ветвью, я имею в виду, моральную и клеточную, хотя бы, если у нас недостает белка, если нам не хватает углеводов, если у нас не хватает ферментов, если у нас постоянные воспалительные процессы в организме, раздражающие, и иммунная система не способна, а ко всему прочему, еще и кровь тяжелейших, вазелин, который еле-еле проталкивается через наши сосуды, то как вообще нашей иммунной системе с этой задачей справиться, я, по-моему, в одной из передач говорил о том, что такое синдром густой крови, это вот новый термин, который вошел в жизнь современной медицины, синдром густой крови, понимаете, тогда, когда кровь наша малоподвижна, образуются застойные очаги, в которых начинает развиваться патогенная микрофлора, очень хорошо себя чувствовать, кислорода мало, тепла много, влажно, питания много, жри и толстей, вот как называется, да, и не важно, кто ты там, цитомигаловирус, или какой-нибудь герпес, или какая-нибудь токсоплазма, или что-нибудь еще, не важно, вот хорошо, она себя хорошо чувствует в этой ситуации, либо раковая клетка, может, 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 замечательно, застопорилась, да, притормозила свое движение, а к ней подключилась еще одна, и вот тебе, пожалуйста, вот он, начало раковые обхоли, началось, понимаете, а эти клетки делятся, они не погибают, и начинает образовываться вот то самое, то самое зловредное существо, которое еще защищать себя начинает, поэтому, если говорить о первичной профилактике рака, надо говорить в основе, надо говорить не о первичной профилактике рака, а надо говорить о сохранении и профилактике нашего здоровья, здоровья, это то качество, которое дано нам природой, и профилактикой которого мы должны все время заниматься, понимаете, в чем вся штука-то, такой большой секрет по шинели, я тут смотрю в интернете, да, профилактика рака матки, профилактика рака простата, профилактика рака молочной груди, профилактика легких, е-мое, это что ж такое, вообще, ни на что непохожая ситуация, но вдумайтесь, люди, которые вот начинают профилактику рака легких, а если у меня рак начнется не в легких, тот же мелкоклеточный, но не в легких, а в почке, что мне тогда делать? А как мне совместить профилактику рака почки, ведь угроза заболеть раком почки тоже есть? Да? А я занимаюсь профилактикой рака легких, а как быть с этим, а как быть с желудком, а как быть с толстой кишкой, а как быть с мочевым пузырем, здесь что мне профилактировать? Понимаете? Это потрясающе просто, я наверное, я делаю большую глупость, слишком эмоционирую, наверное, надо дать возможность вам решить, где здесь правда, где здесь правда, и что правильно, что неправильно, что реально, и что нереально, понимаете? Такое ощущение, что вообще, так сказать, люди, которые пишут о профилактике рака, рака, и да, точнее, о профилактике там рака легких, или рака молочной груди, или рака простаты, вообще забыли о том, что вообще организм единое целое, и что нет профилактики, не может быть профилактики рака матки или рака почки отдельно от организма, отдельно, как это может быть? И это вот проблема чудовищная совершенно, потому что вот на том, что люди привыкли лечить отдельно ухо, отдельно глаз, отдельно ногу, отдельно кишечник, отдельно желудок, отдельно всё, по отдельности то, что называется симптоматической терапией. вот это и привело, приводит к тому, что болезней у нас не становится меньше, выздоровлений становится всё меньше, а хронических болезней всё больше и больше. Понимаете? И вот здесь вот я прошу вас запомнить одну вещь. бегите от биологически активных добавок, говорят о том, что они лечат или защищают вас от развития рака молочной железы. Бегите! может быть, от рака молочной железы защитят, но не защитят от рака почки или щитовидной железы. вы простите ради бога, я говорю сейчас об очень тяжелых вещах и говорю правду. я очень далек от мысли всё чёрной краской мазать, я прекрасно знаю о том, что порядка 50-60% сегодня излечиваемость рака и что его можно победить, в этом я абсолютно уверен, но моя идея, не идея, а моё утверждение заключается в том, что человек не должен себя до этой ситуации доводить, тогда, когда он оказывается перед дилеммой жить или не жить и начинать рвать на себе от страха волосы, понимаете? Он не должен этой ситуации допускать одновременно, не допуская ситуации, при которой его хронические болезни будут цвести и пахнуть. Друзья мои, вот сейчас это вот такое вступление, я бы хотел, чтобы вы немножко осмыслили, не торопитесь к рецептам, вы привыкли себя лечить, забыв, что леча себя, вы создаете базу для более тяжелых вещей, от которых потом придется годами избавляться, вот чем вся вещь. Лечить врач должен, а мы должны себя сохранять в здоровье. Друзья мои, я прошу вас, подумайте, прежде чем перейти к нашей второй части, где подробно начнем разбирать эту ситуацию с профилактикой рака.